Умение вести людей за собой дано не каждому. Лишь единицы могут влиять, направлять и мотивировать. Таким людям получается вдохновлять людей для достижения общих целей и устремления к таким высотам, о которых эти люди даже не думали, что способны самостоятельно достигнуть всего сами. Сегодня мы поговорим с очень интересным человеком, президентом консалдинговой компании IT Management Group, ведущим бизнес-консультантом, который помог ни одной компании увеличить прибыль и мотивировать работников, с человеком, который знает, как заработать и как управлять финансами. Я очень рада видеть на площадке передачи «ФТАЛЬБОМ» Владислава Валерьевича Мусатова. Владислав Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вижу у вас внушительный фотоальбом, который хранит немало интересных событий из вашей жизни. Да, я тут даже... Фотографии распечатали, подготовили. Да, приготовил определенные фотографии, которые... Которые вам дороги. Которые мне дороги. Вот, по старой доброй традиции нашей передачи, все мои герои начинают наш разговор с самой главной фотографии, которая греет душу, которая теплит душу, которая хранит вот эти приятные воспоминания. А если это не одна фотография? Надо одну. Давайте одну. Ну, это, конечно, фотография, которая очень старая, но она запечатлела определенный момент в жизни. Это были очень счастливые моменты. Это мы со своей супругой. Вот. Ну, по нашим лицам здесь видно, что мы, в общем... Давайте оживим фотографию. Любовь. Любовь. Да. Самый прекрасный период, момент, который продолжается по сей день. Да, вы знаете, как это... Жениться много ума не требуется. А вот прожить... Ну, мы в браке с супругой уже 32 года. То есть, на мой взгляд, это уже достаточно большой срок. Правильно говорят, за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Супруга Владислава Валерьевича была рядом, когда он был офицером Советской Армии, когда служил в Венгрии в качестве руководителя подразделения по работе с младшим составом. Была рядом, когда мой герой в лихие 90-е на свой страх и риск запустил свой бизнес. И так по сей день. Любимая жена, верный друг и партнер по бизнесу. В 90-м году я уволился из рядов Советской Армии. В чине старший лейтенант. Ну и, в общем, по сокращению штатов, помню, в октябре месяце прибыл уже, как бы... Я вообще родом из Новосибирска, и, в общем, семья моя была там. И вот в эти лихие 90-е, в общем, все начали заниматься каким-то предпринимательством, но я был не исключение. Решили попробовать. Решили попробовать. И устроился сначала наемным сотрудником в одну из, ну, как бы, новосозданных таких коммерческих фирм. Там доработал до уровня, может быть, там, заместитель генерального директора. Ну и, как бы, вот на этой, ну, в начальной стадии познавал все эти премудрости бизнеса в то время. Работал потом на товарно-сырьевой бирже брокером. В общем, это был период экспериментов, проб, ошибок. То есть такое неизведанное. Путь в неизведанное. Это было непросто. Ну, как-то... Я всегда был по жизни такой, что... Ну, то есть я знал, что я всегда найду способ, как выплыть из той или иной ситуации. Для меня это было, ну, как, не знаю, в крови, что ли. Поэтому я, на мой взгляд... Борец. Да, на мой взгляд, это очень хорошее качество. Сам себя хвалю, видите. Неважно, сколько ты зарабатываешь денег сейчас, сколько у тебя есть, есть у тебя они или нет. Главная ценность, на мой взгляд, главная ценность любого человека состоит в том, что обладает ли он способностью создавать. И пусть у меня, как говорится, все там заберут. Если я не умею создавать, то я пропал. Ну, а если я могу что-то делать с нуля, с чистого листа, то, значит, я могу выживать в любых условиях. Ну, это, мне кажется, самое ценное, что есть у человека. Ну, сегодня вы востребованная личность. На ваши семинары приходит большое количество людей. Как вот управлять этой большой аудиторией, чтобы... Конечно, приходится с желанием, да? Некоторые сомнениями. Некоторые просто узнают, да? Не каждый же просто так пойдет и вступит в незнакомое озеро, грубо говоря, да? Да, вы правы. Часто бывает непросто найти общий язык с аудиторией. Я помню, как я когда-то очень давно старался, готовился к своему первому семинару. Это было очень волнительно. Я полночи не спал, думал, как я выйду, что я скажу, как я буду выглядеть. Ну, то есть это было такое испытание. Вообще, знаете, люди боятся, ну, наверное, больше всего боятся в жизни выступать перед аудиторией. Ну, многие, во всяком случае, они даже, ну, как бы под страхом смерти даже, как говорится, не-не-нет, только не это. И, конечно, здесь есть определенные, как в любом другом деле, определенные навыки, как это делать. В первую очередь, конечно, всегда должно быть желание общаться с аудиторией. Люди, конечно, разные бывают. Бывают очень, ну, вот, каверзные вопросы там, с издевкой, всякое бывает. И, знаете, даже есть такой у меня, есть такой прием, ну, или, как сказать, способ уладить ситуацию, если вот есть какой-то, знаете, вот в аудитории, не знаю, перец какой-то, который вот... Требует себе особого внимания. Да, да. И, знаете, я говорю, вообще существуют какие-то вопросы из аудитории идут. Я говорю, вы знаете, существует вообще три вида, три категории вопросов. Первый из них, это когда человек действительно хочет что-то узнать, и он на самом деле интересуется. Второй тип вопроса, это когда задающий вопрос хочет показать, какой он умный. Да. И третий тип вопроса, он хочет показать своим вопросом, какой лектор дурак, извините за такое слово. И я вот могу для аудитории это озвучить, скажу, что вот существует три типа вопроса, и вот после того, как человек что-то такое каверзное задал, я ему говорю, а вот вы сейчас с какой целью вопрос задали? И вся аудитория тут же понимает, вот, что сейчас оттуда было. Ну, и часто, в общем, сама аудитория начинает этого человека улаживать. Она говорит, так, хорош уже ваши там дурацкие вопросы задавать, сидите, молчите. Ну, это редко бывает, но такое случалось. Чтобы удерживать аудиторию, нужно, я это называю, надо правильно расставить якорные точки. То есть это не значит, что надо сюда вот под нос себе бубнить, ну, или как-то, что мы часто можем наблюдать. Выходит лектор к трибуне, и вот он там что-то с листа читает, и вот он бубнит что-то себе на кафедру вот сюда. Конечно, там... Вы определяете лица, к которым вы обращаетесь? Якорная точка, вот само по себе такое слово, да, это... Думаю, будет полезно нашим телезрителям тоже узнать. Ну, это некое местоположение в пространстве. То есть я сразу, когда я выхожу перед аудиторией, я сразу себе, ну, как бы, ну, ментально, что ли, так назовем, я себе определяю пространство, вот, чтобы туда попали все, кто находится в аудитории. Якорная точка, конечно, будет сзади, слева, справа, в конце аудитории. Создаёте вакуум. Я, да, я создаю некое пространство, и понимаю, что вот все те, кто пришёл сейчас, ну, на семинар, на практику, они находятся в этом пространстве. И, конечно, я должен тогда донесение своё, намерение, громкость, вот это, вот, скажем, внимание своё я должен располагать из понимания, что вот это пространство мне нужно, как бы, задействовать. И тогда, ну, как бы, никто не остаётся без внимания. Они всё слышат, они всё видят, они видят, что я к ним обращаюсь. И вот когда общение, коммуникация, ну, такого формата, это позволяет установить с аудиторией хороший контакт. И это всё, что нужно. Вы помогаете молодым предпринимателям встать на ноги, да, помогаете также урегулировать уже готовый бизнес, да, направлять их где-то, корректировать. И вот в вашей практике наиболее часто встречающаяся ошибка в чём заключается? Если мы говорим о деньгах, да, о финансах, прежде всего, ну, наиболее, ну, наверное, неправильная работа с долгами, наиболее часто встречающаяся. Что это значит? Это касается неправильной работы с кредитами, это больная тема на сегодняшний день, и работа вот с той самой дебиторской задолженностью. Это тоже понятие долгов, но только как бы в обратную сторону. Если я взял кредит, то я должен, а если дебиторская задолженность, то, значит, мы не должны. И там, и там присутствуют вот эти вот долговые, ну, какие-то обязательства. И вот здесь, конечно, масса, вот вокруг этого понятия, масса проблем возникает сразу же. Это очень большая, обширная тема, но это вот то, что... То, что часто встречается. Часто наиболее распространённая вещь. И у этой проблемы есть первопричина, первоистоки. Если мы, знаете, как пытаемся отхлопать комаров, не закрывая форточку, это сложно. То есть мы можем до бесконечности заниматься этим. То есть нужно понять, что в этой ситуации является форточкой. Ну, если понятно такое сравнение. Образно. Образно, да. И вот, собственно, на семинарах, где мы предоставляем эту технологию, в общем, мы, по сути, открываем вот это понятие вот этой форточки. Ну, условно, конечно, образно. Потому что первопричиной вот этих вот всех финансовых ошибок является, ну, незнание законов денег. Все сейчас закредитованы, да, население все накредиты. Это ипотеки, какие-то там потребительские, отдых, море, море, не знаю, какие-то... Ну, это совсем из ряда вон, да. Да, да, да. Хочешь сыграть свадьбу, возьми кредит, да. Вот, да. И в одном интервью вы говорили то, что берут и жалеют. Да? Изначально вот как впрок предупредить вот это, а хочется же. Ты же написал желание, вот встал желание. Да, но, знаете, желание человека иметь что-то, вот он должен, знаете, это как две чаши весов. Если ты хочешь положить на одну чашу весов то, что тебе хочется, ты должен тут же ответить себе на вопрос, что ты хочешь положить на противоположную чашу весов. А что ты должен создать, чтобы вот то, что ты создашь, поменяешь на деньги, количество которых позволит тебе приобрести то, что ты хочешь. Люди часто так не ставят вопрос. Живи по средствам. А где мы должны взять эти деньги? Ну, просто в банке и все, что ли? Или где-то там, не знаю, занятия не отдать? То есть, всегда занимая деньги или там, беря кредит, мы должны понимать, а как мы хотим вот создать эту ценность в обратную сторону, чтобы рассчитаться потом вовремя. В период, когда мы это берем, мы так себе вопрос не ставим, часто не ставим. А ввось там что-то сейчас там произойдет, случится, там разберемся. Значит, живи сегодняшним днем, это не ваш принцип? Нет. Если касается финансов, это надо планировать. Надо... Ну, потому что, знаете, извините за такое сравнение, что вот эта вот кредитная зависимость, она сравнима, там, не знаю, с наркозависимостью. Это вот сегодня мне... Вот я сегодня получил что-то, и мне хорошо. А завтра трава не расти, там, ну, как сказать. То есть, у меня сегодня деньги есть, и вот жизнь удалась. Но когда наступает момент выплаты, вот тут сразу начинаются неприятности и, как бы... И головная боль. И головная боль. Наверное, кажется, что все же лидерами рождаются. Ну, так кажется, что вроде как, ну, не каждому суждено стать лидером. Для меня более жизнеутверждающая такая точка зрения, что люди меняются. Они могут меняться. И в итоге, если это так, это значит, все в нашей возможности. Значит, если вы даже видите, вот человек там пришел, вы видите человека, что он не стопроцентный управленец, но он будет, имея какие-то инструменты. Я всегда... Он может меняться, ну, значит, я ему могу дать шанс. Будет он это делать или нет, это его выбор. Вы знаете, как в фильме «Матрица», там, я могу показать тебе только дверь, но войти ты туда должен сам. Вот здесь такой подход. Поэтому, конечно, лидерами... Лидерами может стать... Лидером может стать любой человек. Вопрос, хочет он этого или нет? Видит он себя таковым или нет? Желание. Конечно, все от него зависит. А ваши основные инструменты именно вот лидерство? У вас несколько компаний, несколько подчинений людей. Вот ваши рычаги. Ключевой рычаг любого лидера, ну или, скажем, такой критерий, мое мнение, это компетентность. То есть, если я управляю кем-то, тем, кем я управляю, они должны знать, что я могу делать то, о чем я прошу. Я могу это сделать. Здесь уместно вспомнить, знаете, фильм «Гладиатор», когда там начинается с того, что он берет песок, берет меч, что идет, и он вместе с ними дерется. И он рубится, как любой другой. И они видят, как он это делает. Он мастер своего дела. И тогда они ему доверяют. Тогда они видят, что этот человек, он имеет своего рода, знаете, такое этическое влияние. Они ему доверяют, потому что он может это сделать. Ему доверяют, за ним следуют. Этот человек поставил бизнес на прочный фундамент, что IT-менеджмент групп имеет офисы не только в России, но и за ее пределами. Например, имеет крупный офис в Соединенных Штатах, а именно во Флориде. Именно под его руководством запущены проекты в сети интернет, бизнес-канал, где транслируется более 500 обучающих видеороликов. За его спиной большой коллектив, его клиенты, число которых растет ежедневно. Как за каменной стеной чувствует себя и его большая семья. Это мать Владислава, супруга, двое сыновей и маленькая доченька. От рада, ежедневная радость и самый главный мотиватор его новшеств и новых проектов. У меня трое детей. Старшему Георгию 31, Даниилу 27. Есть моя еще лапочка, дочка, ей 13 лет сейчас, Таисия. Она у меня творческая очень личность. Она уже балетом занимается, цирковым искусством. В общем, недавно она даже уже на определенной такой большой сцене, было достаточно много людей. Она уже исполняла адажу из балета «Щелкунчик». Очень такое было. Уже доверяете ей ответственной роли, да? Да, слез было трогательно. Столько любви в ваших словах. Поскольку мальчики – это совершенно другое, а тут девочки. Девочка – это особо, конечно. Сегодня вот разговаривал с ней, я в Якутске, она во Флориде. И она говорит, папа, когда приедешь, я все время о тебе думаю. Ну и в общем, я говорю, я о тебе тоже, доча. И в общем, мы так это ласково поговорили. И мы с ней друг друга понимаем без слов. Нам достаточно… Особая нить отношений. Нить отношений особое, верно. Ну вот, ваша супруга юрист, да? Она у нас… Она по образованию не юрист, но она в нашей компании отвечает за юроотдел. Есть такой отдел внешних дел, и вот она курирует всю эту область. У нее и в подчинении есть ряд юристов. Ваши сыновья тоже управленцы, тоже работают в вашей компании? Мой средний сын, он занимается у нас в компании, возглавляет ряд достаточно ответственных проектов. И он уже состоявшийся бизнесмен. То есть в свои 27 лет, ну, его уровень дохода, его уровень как управленца, ну, я себя в 27 лет вспоминаю, у меня так не было. Совершенно другой человек. Да. Второй сын? Горжусь своим сыном. Здесь вот моя мама, она тоже сейчас с нами в Америке, периодически к нам на полгода приезжает, учится там. То есть это тоже удивительный человек. Живет в России? Да, она в Петербурге живет. В общем, когда меня спрашивают, где я живу... Человек мира. Я так затрудняюсь на этот счет ответить, где я. Бывает так, два месяца в Америке, два месяца в России. А тут вы до Якутии добились. Да. А какое будущее рисуете своей дочке? Если сыновья работают с вами, супруга с вами, то какие планы строите? Мы с ней разговаривали буквально, вот, может быть, там, с месяца назад. И такая у нас была отцовская... В общем, беседа, да. Я говорю, Тась, ну что ты, кем будешь? Профориентация. Профориентация. Она говорит, пап, не знаю еще я, я еще не решила. Я говорю, ну, давай уже, как ты, будешь балериной или будешь, там, не знаю, человеком искусства? Она говорит, я не знаю. В общем, сейчас у нее такой период, она определяется. И наша позиция с супругой, мы не хотим это что-то навязать. Мы хотим, чтобы это был ее собственный выбор, потому что, знаете, есть такая интересная фраза, что выбор стоит выше, ну, или свобода, лучше сказать так, свобода выбора, она стоит выше ответственности. То есть нельзя человеку навязать, ну, что-то, за что бы он взял ответственность. То есть, ну, это идеально. Вот наверняка вы занимаетесь, видно, по вам видно, что вы занимаетесь своим любимым делом. Я прав? Да. Это вам нравится. И вы можете за это взять ответственность, потому что вы занимаетесь, ну, своим любимым делом. То, что вам хочется. Поэтому, что касается моей дочери, я, понимая этот принцип, я, конечно, никогда не буду ей там навязывать что-то или там приказывать или как-то. Что-то должен быть семейным бизнесом. Да. Я обязательно буду уважать ее собственный выбор и буду в этом ей помогать. Еще одна большая семья – это коллектив «Эйти Менеджмент». Владислав Валерьевич в 2006 году, пригласив в команду всего 6 человек, сегодня увеличил коллектив до 70 сотрудников – лучших топ-менеджеров России, которые ежедневно обучают людей по всему миру, как правильно и грамотно управлять своим бизнесом. Только за прошлый год в России было проведено 142 семинара и мастер-класса. «Эйти Менеджмент» работает не только с крупными компаниями, но и охотно делится со знаниями с теми, кто хочет овладеть инструментами грамотного управления. Ну, я вижу, что тут большая дружная семья. Это… Ну, это калаш такой, фотомонтаж мы сделали. Это ваша группа. Ну, многие знают, «Эйти Менеджмент» – это вообще такая творческая команда творческих людей. Ну, в частности, я вообще музыкант в душе. Да вы что? Да, я… В душе? В душе? Или в душе? Ну, в детстве я вообще играл на виолончели. Четыре года я учился в музыкальной школе по классу виолончели. Знаете, у меня неделя была так. Понедельник, среда, пятница – это у меня была специальность, но это я на виолончели играл. Во вторник у меня было фортепиано, в четверг была мус-литература, в субботу было сальфеджио, это вся эта грамматика, да, музыкальная. А в воскресенье… Мама загрузилась полна. Да, это так. А в воскресенье я обязательно по абонементу ходил на всевозможные симфонические концерты. Мы тогда жили в Новосибирске. Я знал, я посетил все оперы, все балеты, ну, Новосибирский театр оперы и балет достаточно известный. И вот я там был своим, у нас были там знакомые концертмейстеры. Моя жизнь была очень музыкальной в то время, в детстве. Как интересно, а если вы так любили музыку, если вы жили музыкой, если вы вот все детство посвятили, да, вот этой прекрасной, как бы детство привели на волне музыки, да. То почему же я теперь вот занимаюсь бизнесом? Да, деньги, деньги, как управлять финансами, как подобрать персонал. Знаете, понимание музыки… Или вы себя сейчас дирижируете? Я сейчас… Я хочу сказать, что бизнес – это тоже искусство. Можно так, ну, своего рода сказать об этом. Это же достаточно тоже очень тонкие настройки. Это понимание человеческого фактора, людей, опять же, тех же финансов, как это все организовать, как сделать. Ну, часто мы так не думаем о бизнесе. Мне кажется, что бизнес – это что-то такое суровое, там, что-то такое, знаете, очень приземленное, коммерческое такое, знаете, вот материальное. Жесткие отношения. Да, жесткие отношения, конкуренция и все такое. Да, это так одновременно. Но вы знаете, если ко всему к этому так серьезно подходить, то все это будет очень серьезным. И получается тогда, что, когда все серьезно, это сдвинутые брови, это, знаете, это все очень сложно. Я должен ходить на работу, все серьезно. Тогда, когда жить-то? На мой взгляд, знаете, я живу не для того, чтобы заниматься бизнесом, а я занимаюсь бизнесом для того, чтобы жить. И это другая точка зрения. Поэтому, если я хожу на работу, где все серьезно, и все там у всех сдвинуты брови, и только после работы я, наверное, как-то там оживаю или что-то у меня, какая-то улыбка на лице появляется, то тогда как-то это все неправильно. Работает ли в управлении сегодня метод кнута и пряник, который был очень популярен в советское время, постсоветское время, да? Сейчас, мне кажется, совершенно другие рычаги. Да, наверное, он всегда работал и будет работать, но надо это правильно понимать. То есть, если я на самом деле, ну, не знаю, спускаю собак на кого-то, это, по меньшей мере, должно быть заслужено. То есть, знаете, гнев никто не отменял в разумных пределах. Но все равно ключевым фактором является, ну, понимание и какая-то, не знаю, основа, понимание, основанное на доброте, ну, как бы... Дипломатические отношения. Да. И я предпочитаю такой стиль управления. Как говорит Владислав Валерьевич, деньги не только мотивируют на работу, но чтобы их стало больше, вдохновляют на создание новых способов и приемов. Чтобы получить прибыль, для начала нужно научиться с ними обращаться правильно и грамотно распоряжаться. Золотое правило Мусатова – один человек всегда разумнее группы. Поэтому, как утверждает мой герой, деньги держать должен кто-то один. Как управлять семейным бюджетом? Наверное, этот вопрос интересует многих наших телезрителей, поскольку идет перетягивание, ну, грубо говоря, одеяла, да. Кому дать рычаги управления? Смотрите, есть... Это, кстати, имеет отношение к законам денег. И вот что касается правильного обращения с деньгами, есть такой закон, что отдельный человек всегда разумнее группы, что касается финансов. Это не... Знаете, как есть поговорка, что одна голова хорошо, а две лучше. И кажется, что как это... Как это отдельный человек всегда разумнее группы. Что касается денег, это всегда так. Вопрос, кому делегировать эти полномочия. Вы знаете, люди интуитивно как-то решают, что, ну, допустим, вот есть люди, у которых деньги в руках держатся. А есть у кого-то, эти деньги просто как сквозь пальцы. Они вот... Это как в мультфильме про Винни-Пуха. Мед – это очень странный предмет. Если он есть, то его уже нет. Есть люди, которые как Винни-Пухи. Знаете, вот они вот... Если у них деньги в руки попали, а их тут же просто нет, и все. Поэтому здесь рекомендация, наверное, такая. Вот кто может удерживать деньги в руках, ну, не в руках, а вообще вот понятие удерживать, тот и должен, ну, вот в семье отвечать за управление, скажем, семейным бюджетом. Это всегда должен быть один человек. Кстати, очень хороший совет. Никогда не вдвоем. Ну, часто можно наблюдать, что где-то вот супруга, вот она, знаете, как так исторически у них сложилось, что вот она выполняет эту функцию, или наоборот мужчина. И скажу так, что в нашей семье эту функцию ношу я. Это было когда-то интуитивно, я понимал, как это нужно делать. И здесь ключевой такой момент, знаете, один из законов денег гласит следующее. Расходы определяет не то, сколько нужно, а то, какое количество денег есть в распоряжении. Иными словами, вот если мы видим деньги, ну, или знаем о их существовании, вот, допустим, у нас есть вот столько денег, ну, я так, как бы, условно, да, то ровно под это количество мы подгоним свои расходы. Не больше и не меньше. Это минимум, а то и больше. Речь идет о том, что если, допустим, я знаю, что у нас вот столько денег, а не вот столько, то расходы будут вот такие. То есть, тем самым я хочу донести, ну, достаточно очевидная, наверное, простая истина, что тот, кто в семье отвечает за деньги, рекомендации, не сообщайте всем остальным, сколько их есть на самом деле. Говорите о том, что их меньше, чем есть на самом деле. И большую часть просто прячьте. Банк туда-сюда. Конечно, не с целью там как-то... Нажиться. Нажиться, ну, себе там или что-то. Вы должны иметь такой государственный подход. Рассуждать с точки зрения интересов группы. И если ваша семья – это группа, вот тот, кто отвечает за финансы, он должен, как я говорю, государственный подход иметь такой, знаете, интересами группы мыслить. И если я, отвечая за деньги, так не мыслю, то я обязательно приведу группу к неплатежеспособности. Это тоже закон. Поэтому лучше не спорить, а договориться и понять, кто умеет управлять. И доверить ему, да. Конечно, он должен это там желать делать, уметь с цифрами как-то обращаться. Но тоже важное обстоятельство. Эйти-менеджмент в Якутске вызывает большой интерес. Ведь Эйти-менеджмент групп – это коучинг-программы, бизнес-тренинги, мастер-классы, практикумы, семинары и диагностика вашего бизнеса. Владислав Валерьевич в Якутск приезжает уже третий раз, но его бизнес-тренеры с северную столицу приезжают регулярно. Для сравнения этой весной семинар посетили 90 бизнесменов Якутии. Организацией, встречей, известной консалдинговой компанией занималась якутский предприниматель Марьяна Андреева. Именно ей доверил Владислав Валерьевич управление представительством Эйти-менеджмент групп в Якутске, открытие которого состоялось этой весной в самом центре города. А это значит, те, кто хочет и желает открыть свое дело, но не знает как, а также опытные бизнесмены, которые хотят сделать свой бизнес еще успешнее, могут прийти в представительство в Якутске и узнать все секреты грамотного управления, не выезжая за пределы Якутска. Якутск – особый какой-то регион, особые люди здесь живут. Вообще, в прошлый раз я, когда был, меня приглашали, вот, Марьяна Андреева, да, она приглашала… Вот как раз вы с ней знаете. Да, мы вместе с ней, да, это в ее гостинице «Ортодоиду». Очень уютный такой небольшой отель. Все так… То есть, мне очень понравилось… Знаете, мы были у них дома, я увидел эти какие-то национальные костюмы, это было настолько удивительно. И я понял, что… Вот Якутия для меня открылась, ну, совсем с другой стороны. Я понял, что это… Это очень образованные, очень интеллигентные люди. И, видимо, вот эти вот суровые такие природные условия, они как-то вот, не знаю, традиции, которые передаются, они как-то, не знаю, в крови, что ли, вот здесь у якутов. И они какие-то особые люди, они добрые, такое ощущение. Они как-то вот готовы на помощь. Видимо, вот это вот… Открытые. Открытые. То есть, нельзя здесь выжить, не помогая. Наверное, это как-то вот в крови. А значит, знаете, вот это, на мой взгляд, счастлив тот человек, который, ну, способен помогать. И делает это. Жить ради себя любимого, ну, наверное, это тоже имеет место, но, на мой взгляд, это скучно. Главное предназначение каждого из нас, на мой взгляд, конечно, это какая-то философия там, но это я так хочу мыслить. То есть, если я живу с какой-то идеей помогать другим, тогда моя жизнь, она другая. Если я только лишь там все время в поле зрения, только я сам себе, ну, моя семья еще в лучшем случае, далеко не уедешь. Скучно. Скучно. Не получаешь вот этого драйва, вот этого удовольствия, вот этой благодарности, что ли. Знаете, очень, я всегда для меня, незабываемые моменты, когда я заканчиваю семинар, я вижу вот эти благодарные лица, глаза, которые говорят спасибо, что вы нам это все рассказали, спасибо, я вижу вот это спасибо, и это греет. То есть, ты так понимаешь, ну, да, не зря. Не зря приехал там в Читу, не знаю, в Хабаровск, там, Южно-Сахалинск, Калининград, там, география большая, в Якутск. И когда, да, это дорогого стоит. В одном из ваших семинаров, да, очень часто вот звучит то, что человек должен определить уровень своей необходимости, чтобы достичь определенной цели. На сегодняшний день уровень вашей необходимости, к чему вы стремитесь сегодня? Ну, вроде бы все есть, да, слушатели есть, офисы там и здесь есть, филиалы есть, вроде бы все хорошо, внуки, семья, но тем не менее. Ну да, это, знаете, я на самом деле могу сейчас под пальмой лежать и ничего не делать, это честно. Я могу это делать, я могу делать то, что ничего не делать. Да, заниматься и ничего не делать. Да. Это некая идеальная картина, может быть, для кого-то. На самом деле это утопия, потому что, ну... быть в процессе куда лучше. Те люди, которые умеют создавать, они не могут дня пролежать под пальмой. Ну, день-два, может быть, пролежат, потом все равно подорвутся и куда-то там начнут что-то опять создавать и делать. Честно говоря, я вот вообще не люблю выходные дни. Я них не люблю. В отпуске я... Ну, вот недавно мы с супругой были там на круизном лайнере где-то там, вот, да, из Майами там плавали на большом теплоходе. Ну, как-то, да, это все. Ну, это неделя, я еще это могу вытерпеть. Ну, там как-то все красиво, картинки там, всякие эти, пляжи, развлекаловки эти все. Но все это как-то немножко все равно скучно. Гораздо интереснее находиться вот в процессе, понимаете, продакшн, производства, создания какое-то. Тогда есть какой-то драйв, тогда есть какой-то, знаете, боевой дух, так назовем. Поэтому производство равно боевой дух. Если ты хочешь чувствовать себя по жизни, ну, живым, займись делом. То есть это не значит, что ты хочешь чувствовать себя живым, иди отдохни. Неправильный подход. Хочешь чего-то эмоционального, какого-то подъема, это не значит, что иди развлекись, иди сделай что-нибудь, создай что-нибудь. Вы также привели пример, то что, ну, любое дело, бизнес, это, ну, грубо говоря, привели пример ручку, да, подкидывали. И то, что вот эта вот сила, человек должен находиться постоянно в этом состоянии. Да. Чтобы что-то получалось, и чтобы что-то зарабатывалось. Верно. Где силы брать? Где силы брать? Где вот брать вот эту свободную энергию? И неужели вы находитесь постоянно вот в таком состоянии? Вы знаете, энергия... Вот если себя заставляешь что-то делать... Вот очень многие заставляют. Да, но как только ты себя... Это интересное наблюдение. Как только ты начинаешь что-то делать, энергии становится еще больше. Это можно прямо проследить за этим. То есть одно дело, ты сидишь, и тебе, ну, знаете, как утром заставить себя на пробежку куда-то побежать. Часто, ну, многие из нас решали, что завтра побегу в будильник. Новая жизнь с понедельника всегда отменяется. Да, завтра, нет, побегу в следующий раз. И как-то все. И вот этот момент, когда начать что-то делать, это ключевой момент. Как только начал делать, наверняка замечали, что, ой, надо уборку там какая-то, допустим, в семье, там, генеральная уборка, ой, и ты так окидываешь взглядом, ой, то надо сделать, это, это, ой, может не сейчас, может завтра, может, ну, и вообще. Но как только ты встал, как только ты что-то начал делать, энергия сразу тут же появляется. То есть, опять же, когда люди думают, что энергия имеет, ну, какой-то предел, его не существует. Во всяком случае, у человека вот эмоциональная такая энергия, да, или какая-то энергетика, которую вот он направляет, если у человека есть идея, что это ограниченное количество, оно само по себе, эта мысль, она, конечно, сразу делает энергии меньше. Ты как-то начинаешь ее придерживать, там, не расходовать лишний раз. Это ложные данные. Энергии безсчетное множество. Владислав Валерьевич, спасибо огромное за интересную беседу. Хотелось бы видеть в нашем городе вас чаще, чтобы вы действительно вот несли вот этот позитив, хорошую энергию, да, и продолжали учить, как грамотно распространяться деньгами. Спасибо вам большое. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин